Вы, думаю, и сами уже давным-давно замечали, что как-то многие некогда культовые франшизы очень сильно поплохели, правда? Что и говорить о Звездных войнах, которые некогда были просто легендарной сагой, и которые после попадания в цепкие когти Диснея постепенно стали превращаться в не пойми что. Особенно, конечно, примечательно и печально тут выглядит ситуация с сериалом Акалит, пробившим вообще любое возможное дно, но и без этого все равно в целом то, что делает дом мыши со Star Wars, не может не удручать. И вы знаете, сегодня мне хочется поделиться с вами просто максимально показательной историей, которая как нельзя лучше раскрывает подноготную и показывает, а почему же так происходит, и как еще недавно потрясающие проекты стремительно пикируют вниз, превращаясь в блеклое подобие себя же. Запаситесь терпением и выдержкой, ведь полыхать пятые точки, думаю, будут знатно, но уж есть как есть. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Кисфо Геймерс лучшая торговая площадка для геймеров и не только. Тут вы можете по лучшим ценам приобрести игровую валюту, всевозможный софт или пополнить баланс на крупнейших сервисах, вроде PlayStation, Steam, Netflix, Amazon и других. Там же вы можете купить подписку на PlayStation Plus или Xbox Game Pass. И, конечно же, новый сталкер тоже уже доступен для всех желающих. На Кисфо Геймерс множество продавцов, с которыми даже можно торговаться, что гарантирует вам огромное предложение и лучшие цены. Для вашего удобства есть разные способы оплаты, а по промокоду Юту вас ждет скидка 10% на все. Ссылка в описании. Итак, Звездные войны. История нашего детства, да что там, история детства многих поколений, которая, конечно же, сейчас не особенно радует. Превращаясь во все менее и менее похожую на то, что некогда создал Джордж Лукас со своими единомышленниками. Но как же так? Почему раньше могли сделать клево, а теперь не могут? Вопрос, конечно, риторический, хотя на самом деле не совсем. И он имеет довольно-таки конкретный ответ. Например, сегодняшняя наша история максимально наглядно демонстрирует весь тот мрак происходящего конкретно в Звездных войнах, хотя, думаю, и в других знаковых франшизах тоже. Итак, как пишет американская пресса, на днях издательство DK уволило давнего соавтора энциклопедии Звездных войн, тогда называвшейся Ultimate Star Wars, из-за распоряжения Лукас фильма о найме более разнообразных авторов. Как вам такое? Уверен, у многих уже начинает гореть, но все же давайте почитаем дальше, что пишут в статье. Итак, Адам Брей много лет трудился над проектами по Star Wars, а также Marvel, включая Star Wars энциклопедия и Marvel Studios Visual Guide. Проработав над тремя изданиями того, что ранее было известно как Ultimate Star Wars, Брей был, конечно же, удивлен, узнав, что DK работает над четвертым изданием, но уже без него. Это было особенно неприятно для писателя, поскольку он всегда получал очень высокую оценку от студии Лукас Фильм за свою работу. Что касается моего неучастия, это было первое издание, над которым они не попросили меня поработать, сказал сам мистер Брей. Они даже не сказали мне об этом, что было крайне необычно и обидно. Ведь еще несколько лет назад исполнительный редактор сказала мне, что я лучший писатель DK. Она сказала мне, что и креативный директор Лукас Фильм Пабло Идальго тоже говорил, что я их лучший автор, продолжил он. Ну и, конечно, действительно все это странно, но, внимание, вопрос. А почему же так произошло? Из чего вдруг Лукасы отвернулись от одного из лучших своих писателей? Почему же, имея такой блестящий послужной список и даже получив одобрение лично креативного директора студии, в итоге данного автора все же вышвырнули прочь из вселенной Star Wars? Увы, по словам мистера Брея и тех, с кем он говорил, его профессиональные качества не имели тут вообще никакого отношения к произошедшему и, скорее всего, DK исключили его из проектов Звездных войн из-за его расы и пола. Да-да, сообщается, что это распоряжение происходило непосредственно от Лукас Фильм. Когда я спросил о книге, мне сказали, что Дисней и Лукас Фильм приказали им использовать теперь более разнообразных авторов, сказал Брей. Очевидно, меня не было в данном списке авторов, которых надо поддерживать за их разнообразие, потому что я перешел от написания нескольких книг в год для Звездных войн к внезапному отказу от сотрудничества, сетует писатель. Никаких объяснений мне не дали, при том, что у меня всегда были блестящие отношения с Лукас Фильм и DK, но внезапно они перестали отвечать на мои электронные письма, хотя они по-прежнему используют мои работы и мое имя для создания новых книг, подытожил он. Отмечу, кстати, от себя, что на этой неделе Адам Брей произвел фурор в Твиттере, когда он включил в энциклопедию Star Wars уволенную актрису Джину Карана и в то же время исключил абсолютно всех персонажей, связанных с ужасным Акалитом. Уж не знаю, за такую листроптивость или исключительно за неправильный пол и расу писателя уволил Дисней, но это, конечно, объясняет очень-очень многое. Как набирая такие бездарности, как Лесли Хедланд и ее женушку для сериала Акалит, Дисней и Лукас Фильм выдворяют последних талантливых людей, и в итоге получается вот то, что получается. Такая вот очень показательная история. Как вам она? Пишите ваши мысли в комментариях, обязательно подпишитесь, если еще этого не сделали, и, конечно же, поставьте палец вверх. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пока-пока.